2 февраля 1944 года состоялось вручение меча гражданам Сталинграда от имени английского короля. Надпись на стальном клинке гласила «Гражданам Сталинграда крепким, как сталь от Георга VI и британского народа с глубоким восхищением». От имени граждан Сталинграда меч принял маршал Семен Буденный. И сегодня, разделяя восхищение английского короля и британского народа, нельзя не выразить и других чувств, и не сказать следующее. До самых первых дней февраля 1943 года, когда заканчивалась грандиозная Сталинградская битва, в городе на Волге уже не оставалось граждан. Они или погибли, или были эвакуированы, или же превратились в солдат, потому что никем другим те несколько сотен граждан Сталинграда уже быть не могли. Нет, король Георг VI не ошибся. Это гражданами Сталинграда были рабочие, которые выступили против наступавших немецких танков со старыми трехлинейками императорской армии и лопатами. Это под развалинами Сталинграда лежали его граждане. До 23 августа 1942 года из города была запрещена эвакуация мирных жителей, женщин, стариков и детей. Считалось, что эвакуация усугубит панику и помешает обороне города. Но 23 августа прошла Сталинградская Хиросима. Этот день так и называют Сталинградской Хиросимой, потому что 23 августа Лёфтваффе организовала массированные, невиданные по накалу бомбардировки города. По самым скромным подсчетам, в этот день погибли более 45 тысяч мирных жителей города, около 50 тысяч получили ранения и увечья. Только после этого кошмара эвакуация мирных граждан была разрешена. Женщины, дети и старики уходили из Сталинграда мимо горящих домов, ощутив запах гари и крови, оставив под развалинами родных и близких. Кто же виноват в этом запрете? Кто запрещал мирным гражданам эвакуироваться? Все вспоминатели в мемуарах называют Сталина. А когда это было запрещено цензурой, то все списывали на германскую авиацию. Но Лёфтваффе бомбили город, который оборонялся, который не объявлял себя свободным. И поэтому эти бомбардировки были жестокими, но в соответствии с законами войны. Оберечь граждан – это обязанность своего государства, а не чужого. КОНЕЦ В феврале Япония наступательные действия проводила только в Бирме, в пограничном районе с Индией. Японцы имели в Бирме три так называемых армии, в состав которых входило всего 8,5 дивизий. Численное преимущество имели англичане, но они так тщательно готовились к наступлению и так не торопились с ним, что японская армия перехватила инициативу и добилась успехов, вторгнувшись в нескольких местах на индийскую территорию. Развить свой тактический успех Япония не могла. У нее не было для этого ни летских резервов, ни техники. Но продвижение японцев на запад вынудило англичан отложить свое наступление, как оказалось, до самого 1945 года. В центральной части Тихого океана американцы продолжали операцию против японских баз на Маршаловых островах. Самолеты с американских авианосцев сковали в боях японскую авиацию, навязали ей ежедневные сражения и уничтожили в них более 150 японских самолетов. 1 февраля прошла успешная высадка американской морской пехоты на Атолл Кваджалей. Контратаки японцев только ускорили их разгром. Американцы потеряли в этих боях 370 человек против 7500 японских потерь. Сдача японцами Маршаловых островов значительно ухудшила ключевую японскую позицию в центральной части Тихого океана – базу флота и авиации на острове Трук. В ночь на 16 февраля около тысячи британских бомбардировщиков приняли участие в разрушительном налете на Берлин. Столица Третьего рейха окутывалась дымом пожаров. Тысячи людей погибли под развалинами. Утром разрушенные кварталы осмотрел Геббельс и заявил потрясенным берлинцам. Мы будем жить в подвалах, но продолжим войну. Это лучше, чем быть в Сибири рабом. Гитлер на развалинах своей столицы появляться не рисковал. Фюрер позвонил в штаб Люфтваффе и приказал немедленно организовать налет возмездия на Лондон. Через три дня немцы наскребли 187 бомбардировщиков, сбросивших бомбы на Лондон. 23 февраля началась неделя массированных бомбардировок, дневных и ночных, предприятий немецкой авиапромышленности. К этому времени и американские истребители дальнего действия достигли громадного численного превосходства. В определенной степени февраль стал поворотным месяцем в битве за небо над Германией. При этом нужно со всей определенностью сказать о том, что и англичане, и американцы использовали достаточно изощренную, до деталей продуманную тактику нанесения бомбовых ударов. Ну вот, к примеру, сначала над целью, если речь идет о ночных бомбардировках, появлялись самолеты «Москита», которые обозначали цель, сбрасывали указатели цели. Затем появлялась следующая группа самолетов, которая цель освещала. А вот уже потом, третьим этапом, шли сотни бомбардировщиков, которые цель просто, в буквальном смысле слова, сравнивали с землей. При этом нужно сказать, что союзники в годы Второй мировой войны использовали много разных и весьма эффективных технических новинок. Ну вот, к примеру, использовались приборы для ночного бомбометания, для бомбометания вслепую. Использовался метод, который вошел в историю Второй мировой войны под кодовым названием «Виндоу». Это метод сбрасывания металлизированной бумаги над целью, когда над ней оказывались союзнические самолеты, с тем, чтобы дезориентировать радары немцев. Ну и, среди прочего, я бы отметил еще одну достаточно важную вещь к вопросу об изощренности англо-американских бомбардировок. Очень часто цель накрывали фугасными и зажигательными бомбами в перемешку. Возникал эффект огненного смерча. Это была действительно страшная картина. После отступления немецкой группы армии «Север» финскому военно-политическому руководству стало ясно, что впереди у Финляндии бесперспективная война один на один с Советским Союзом, который в начале 1944 года был, конечно, значительно сильнее, чем в период Зимней войны. Финское руководство понимало, что продолжение боевых действий угрожает не только территориальными потерями, но и самому существованию независимого финского государства. Общались ли между собой в этот решающий для Финляндии период два маршала – Сталин и Маннергейм? В самых смелых гипотезах Маннергейм приезжал в Москву. Другие версии говорят о секретной переписке Сталина с финским маршалом. Обмен посланиями будто бы проходил через Стокгольм. Во всяком случае, отношение Сталина к побежденной Финляндии окажется удивительно гуманным. Для того, чтобы оказать сильное давление на Пааси Киви, пребывавшего в феврале 1944 года в Стокгольме и в целом на военно-политические круги Финляндии, Сталин приказал совершить несколько массированных авиационных налетов на финскую столицу. Одновременно с начала февраля 1944 года Соединенные Штаты Америки, с которыми Финляндия сохраняла дипломатические отношения в ходе Второй мировой войны, стали настойчиво требовать выхода Финляндии из затянувшейся и бессмысленной, с их точки зрения, войны. 6 и 27 февраля 1944 года более 700 советских самолетов подвергли массированной бомбардировке финскую столицу. При этом бомбили и центр города. Количество убитых и раненых среди гражданского населения исчислялось сотнями. То, что эти налеты, совпавшие по времени с визитом по Осетиве в Стокгольм, носили не военный, а политический характер, подтверждает тот незурядный факт, что финские военно-воздушные силы, несмотря на имевшиеся возможности, никогда в ходе войны не совершали бомбардировочных налетов на Ленинград, хотя финская армия на Карелийском перешейке стояла на старой государственной границе 1939 года. Все четыре советских украинских фронта добились в феврале заметных успехов. Войска 1-го украинского фронта совместно с войсками 2-го украинского завершили косуль-шевченковскую наступательную операцию. В плен попало около 18 тысяч солдат и офицеров вермахта. И хотя в результате отчаянного контрудара в тяжелейших зимних условиях значительная часть окруженных ушла на запад, сплошного фронта немцы создать уже не смогли. Войска 3-го и 4-го украинских фронтов в последний день февраля 29-го успешно закончили Никопольско-Криворужскую наступательную операцию. В результате инициативных операций Красной Армии были освобождены Лут и Ровно, Никополь и Кривой Рог. Германия лишилась возможности получать железную руду и марганец в территории Украины. В предыдущих сериях нашего цикла мы уже говорили о том, что командующий 1-го украинского фронта генерал армии Николай Федорович Ватутин, один из самых талантливых военачальников Красной Армии периода Второй мировой войны, с безразличием отнесся к предупреждениям соответствующих органов о том, что зимой 44-го года войска фронта на правобережной Украине вступили в зону активных операций украинской повстанческой армии. С осени 1943 года УПА возглавлял генерал Роман Шухевич, более известный под псевдонимом Тарас Чупрынко, которому будет суждено погибнуть в перестрелке с подразделениями органов МГБ в марте 1950 года. 29 февраля 1944 года машина, в которую ехал Ватутин, была обстреляна одним из отрядов УПА. Причем это покушение было совершенно случайным. Стреляли по крупной цели, не подозревая, что в машине едет командующий фронтом. Несколько человек, ехавших с Ватутиным, были убиты, а сам Николай Федорович получил тяжелейшее ранение. Он скончается через полтора месяца. И это покушение, в ходе которого Красная Армия лишилась одного из своих самых крупных военачальников, еще раз свидетельствовало о том, что Вторая мировая война опять перекрестилась с войной гражданской. В английском парламенте в феврале прошли острые дебаты в связи с разрушением исторических памятников культуры в Италии. Поводом послужили бомбардировки союзной авиации, главным образом американской, бенедиктинского аббатства Монте-Кассида. Гора, на котором располагался монастырь, была ключевой позицией немецкой обороны. Но германские парашютисты не занимали территории аббатства, о чем имеются вполне достоверные сведения. В период второго наступления союзников в Центральной Италии американские бомбардировщики разрушили монастырь, после чего его развалины стали прекрасной оборонительной позицией для немцев. Конечно же, во всех разрушениях обвинения были предъявлены фельдмаршалу Кессельвенку. Противник подверг монастырь массированному артобстрелу, вспоминал после войны Кессельвенк, и нанес по нему бомбовый удар с воздуха, в котором не было никакой необходимости, и который в дальнейшем лишь осложнил действия противоположной стороны. Мне хотелось бы подчеркнуть тот факт, что монастырь не был занят нашими войсками и не являлся частью наших оборонительных порядков. 14 февраля ставка Гитлера УКВ издает декрет о расформировании армейской службы разведки и контрразведки Абвера. Соперничество и противоречие спецслужб СС и Вермахта завершилось победой рейхсфюрера Гиммлера. На фоне рыхлого снега и жестоких морозов Восточного фронта в феврале 44-го года давайте поговорим о солнечных апельсинах. Комично, но последнюю точку в карьере руководителя Абвера железного адмирала Фридриха Вильгельма Канариса поставил именно ящик с испанскими апельсинами. С начала 1944 года неприятности на Абвер сыпались сплошняком. Сначала люди Канариса не смогли предсказать высадку 6-го американского корпуса генерала Лукаса Ванцева всего в 30 километрах от Рима, что привело Гитлера в состояние крайнего раздражения. Затем прогремел взрыв нейтрального судна. Ну и наконец 8 февраля 1944 года Гитлеру прибежал в состояние крайнего раздражения Риббентроп, который сообщил, что англичане нашли немецкую бомбу в ящики с испанскими апельсинами на борту английского судна, которое загружалось в Испании. Гитлер категорически запретил любые диверсии Абвера в нейтральных странах, но они продолжались. Как назло тут же выяснилось, что в Стамбуле группа агентов Канариса во главе с доктором Куртом Фермереном перешло на сторону британской разведки. И наконец 11 февраля 1944 года в испанской Картахене прогремел очередной взрыв. Наверное, опять взорвались какие-нибудь канарисовские апельсины. Этого Гитлер не выдержал и 12 февраля 1944 года в состоянии крайнего раздражения издал следующий приказ. Я цитирую. Я приказываю. Первое. Создать единую германскую секретную разведывательную службу. Второе. Руководство этой германской разведывательной службы я поручаю Рейхсфюреру СС. Таким образом, Рейхсфюрер СС и начальник штаба Верховного Главного Командования с обоюдного согласия примут все необходимые меры, касающиеся военной разведки и контрразведки. Начальник Абера Фридрих Вильгельм Канарис родился 1 января 1887 года. В годы Первой мировой войны офицер крейсера Дрезден. После гибели корабля в Фолклендском сражении Канарис был интернирован в Чили. С 1935 года контр-адмирал Канарис руководитель германской военной разведки Абвера. 1 января 1940 года, к дню рождения, Канарис произведен Гитлером в полные адмиралы. Честолюбивый и самоуверенный начальник Абвера пытался проводить свою собственную политику. Имел хорошие связи в Испании и Великобритании. Канарис был автором меморандума протеста против жестокого обращения с советскими военнопленными. Навсегда увековеченный в бессмертном советском кинобоевике 17 мгновений весны Гиммлер, Кальтер, Брунер, Шелленберг и Мюллер кинулись делить наследство Канариса. Большая часть его отдела досталась имперскому главному управлению безопасности. Независимость от СС сохранила лишь фронтовая разведка, подчинявшаяся отделу иностранной армии Востока генерального штаба главного командования сухопрудных сил. Возглавлял этот отдел полковник Рейнгард Геллен изо всех сил до конца стремившийся защищать независимость своей спецслужбы от нацистской партии и СС. После приказа Гитлера 12 февраля 1944 года Канарис был помещен под домашний арест и заключен в замок Лаунштейн во Франконском лесу, бывшей секретной типографией Абвера. Здесь Канарис пользовался свободой передвижения, но за территорию замка ему запрещалось категорически выходить. Здесь же у него появилась возможность поразмышлять о перспективах собственной судьбы. Всю свою военную карьеру руководителя Абвера железный адмирал мечтал запечатлеть свое имя золотыми буквами на мраморном пьедестале. И только сейчас он стал размышлять над тем, что этим мраморным пьедесталом в самое ближайшее время вполне может стать надгробный памятник. В Москве состоялся славянский антифашистский митинг. Принято обращение к славянам-воинам. Восвобожденные от врага Ленинградской области 16 городов лежали в развалинах. Более 4 тысяч населенных пунктов были сожжены, уничтожены или разрушены. В радиовыступлении Черчилль заявил, что союзные державы станут гарантами независимости Польши и ее границ. Японское правительство принимает программу чрезвычайных мероприятий по подготовке к решительному сражению на территории Японии. 22 февраля член Государственного комитета обороны, народный комиссар внутренних дел Советского Союза Лаврентий Берия, находясь на Северном Кавказе в городе Грозном, направил Сталину телеграмму, в которой говорилось следующее. Выселение начинается с рассвета 23 февраля сего года. Предполагается оцепить районы, воспрепятствовать выходу населения за территорию населенных пунктов. Население будет приглашено на сход. Часть схода будет отпущена для сбора вещей, а остальная часть будет разоружена и доставлена к месту погрузки. Вокруг аулов и селений ингушей и чеченцев под видом прибывших на отдых фронтовиков были расквартированы войска НКГБ и НКВД. Операция по выселению началась ранним утром 23 февраля по радиосигналу «Пантерна». Выселяли всех безжалостно и беспощадно. По национальному признаку в Сибирь ушли 180 эшелонов по 65 вагонов каждый. За эту операцию полководческим орденом Суворова первой степени были награждены Берия, Кабулов, Абакумов, Серов и другие полководцы расправы и сыска. В ауле Хайбах в горах пошел очень сильный санек. Эвакуировать людей было опасно. Генерал-майор Гвиша, неответственный за депортацию района, позвонил Берии и спросил, что делать. Выход нашли быстро. В конюшню загнали мирных людей, заперли их, облили бензином, подожгли и для верности ударили из пулеметов. Генерал-майор Гвишиане тоже был награжден полководческим орденом Суворова первой степени. Бедный Александр Васильевич. Такого позора генералиссимус не вынес бы. 2 февраля исполнился год со дня окончания Сталинградской битвы, потрясшей Германию и ставшей коренным переломом во Второй мировой войне. В Сталинграде закончился один период истории и начался другой. Сталинград прозвучал, как похоронный колокол над Германией, писал в статье «Весы истории» Илья Эренбург. Как хорошо, как справедливо, что название города, отныне священного для России, связано с именем человека, который помог нашему народу выполнить свою историческую миссию. Эта связь настолько органично, что порой кажется, будто Сталинград заново вторично был назван городом Сталина. В лагерях юго-западной Англии интенсивную подготовку проходили американские войска, предназначенные для десантной операции на побережье Франции. Тренировались основательно и не торопясь. В штабах изучались аэрофотоснимки французского берега. Военные типографии получили заказ на печатание карт отдельных прибрежных участков. Союзники предполагали иметь в день высадки подавляющее превосходство на море и в небе. Но в феврале неожиданно обострилась борьба за воздушное пространство Германии. Восьмая воздушная армия Соединенных Штатов Америки, расквартированная на аэродромах Великобритании, во время массированных налетов на немецкие заводы шарикоподшипников 24 февраля на немецкие города Швейнфурд и Готта столкнулась впервые с массированным применением немецких новых реактивных истребителей Мистер Шмидт 262. В этих боях были сбиты 78 американских тяжелых бомбардировщиков и 10 истребителей. При этом еще 58 Б-17 были повреждены с потерей части экипажей. Немецкая авиация потеряла всего 27 истребителей, из них только 5 реактивных Мистер Шмидтов 262. 26 февраля, через два дня, американская авиация во время налета на Франк-Рутномайне потеряла еще 64 тяжелых бомбардировщика. И опять отличились немецкие пилоты на реактивных машинах Мистер Шмидт 262. Реактивные истребители превосходили союзную авиацию в скорости и в маневре и успевали за время хода бомбардировочных эскадр к объектам атаки по нескольку раз атаковать американские самолеты. Союзному воздушному командованию необходимо было изыскивать возможности для противодействия новым реактивным германским истребителям. Ленинградские и Волховские фронты генералов Леонида Говорова и Кирилла Мерецкого в феврале продолжали наступление. 16-я и 18-я армии вермахта окружить себя не позволили и медленно с боями уходили на территорию Эстонии. Волховский фронт в середине февраля полностью очистил от врага железную дорогу Ленинград-Новгород, которую немцы фактически уничтожили на всем протяжении. После этого фронт Мерецкого был расформирован. Самый трудный, пожалуй, фронт, не вылезавший из болота лесов, Волховский ввел тяжелую, незнаменитую, ежедневную, похожую иногда на партизанскую войну, не отмеченную особыми успехами и наградами. Но такая война требовала нечеловеческого напряжения и громадных жертв. Сталин в феврале постоянно торопил командующего Ленинградским фронтом Говорова, требуя, чтобы без всякого промедления войска фронта преследовали отступавших немцев, сходу форсировали реки Лугу и Нарову. Переправа через Лугу удалась, а на Нарове вермахт создал хорошо укрепленную оборону и завязались упорные кровавые бои. При попытке переправы через Нарову погиб немалообещавший поэт, гвардии лейтенант Георгий Суворов. Человеком войны в полном понимании этого слова назвал его Михаил Дудин в предисловии к маленькой книжечке стихов Георгия Суворова, вышедшей из печати после гибели поэта. Первой и последней книги. Еще утрами черный дым клубится над развороченным твоим жильем, и падает обугленная птица, настигнутая бешеным огнем. Последний враг, последний меткий выстрел, и первый проблеск утра, как стекло. Мой милый друг, а все-таки, как быстро, как быстро наше время утекло. В воспоминаниях мы тужить не будем. Зачем туманить грустью ясность дней? Свой добрый век мы прожили, как люди и для людей. Зачем туманить грустью ясность дней?